Девушки отдыхают Но вот сказано про Бога, что Он отсыпает меры полной, нагнетенной и утрясенной Он дает больше того, в чем мы нуждаемся Знаете, я увидел принцип, сколько бы ты щедро не сеял, или сколько бы ты щедро не отдавал, Бог все равно даст больше Бог все равно даст больше, друзья Наш Бог, Он добрый, благой, и Он мерит меры полной, утрясенной и нагнетенной Скажите Ему аминь Аллилуйя Поэтому я вас призываю жить радикально щедрой жизнью Будьте радикально щедры во всем В даяниях, в служении, в любви, во всем будьте жертвенны И все давайте встанем, воздадим Богу хвалу И я вас призываю жертвовать Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя, славим Тебя, прославляем Тебя за милость Твою За щедроту Твою, за благость Твою Ибо Ты даешь нам больше того, что мы можем пожертвовать Спасибо Тебе, Господь, что Ты отсыпаешь в наше лоно Мерой полной, утрясенной и нагнетенной Весь народ да скажет аминь Будьте благословенны Спасибо Вам за Ваше пожертвование Пока все соберут Отдадут свои жертвы Несколько секунд всего лишь Интересный факт Что на еврейском языке слово Спасибо, это Тодах Напрямую связано с еврейским словом Обозначающим руку Когда мы протягиваем наши руки Богу Мы говорим Богу Спасибо Это для тех, чтобы знали, почему мы руки поднимаем Один из причин Амин Поэтому давай, народ Божий, пойдем еще дальше близко к Нему Он уже здесь Он уже окружил нас своим присутствием И мы за это благодарны Ему Аллилуйя Что скажем ему спасибо Поднимем своих рук Протягивай мои руки к небу Дотянусь к Богу Я дотянусь к твоему сердцу Сейчас Здесь и сейчас Аминь и церковь Склонятся пред тобой Старцы все кладут Притапо с твоей Ты достоин славы И будут петь Ты достоин славы Всех Ты достоин славы Всех Все творение от тебя Все творение для тебя Ты достоин славы Ты достоин славы Славы И достоин славы Всех Ты достоин славы Всех Всех Все творение от тебя Все творение для тебя Ты достоин славы, Ты достоин славы всех, Ты достоин славы всех. Все творение для Тебя, Все творение для Тебя, Ты достоин славы. Ты мой шагол, Хе-хе! Преколение Твоим удивленным, Доби Твоем, Как я чувствую Тебя, Твоем прикосновении, Иисус, Вы теряемся как Иисус. От тебя давать, из наших сокровищ, снимать, расставать, отдавать все драгоценное тебе, Иисус. Благодаря тебе, Иисус. Благодаря тебе, Иисус. Благодаря тебе, Иисус. Благодаря тебе, Иисус. ты достоин славы все ты достоин славы славы все творение от тебя все творение от тебя ты достоин Аллилуйя, Он достоин вся слава и честь, Ты достоин славы всех, Ты достоин славы, Ты всегда достоин славы, подсчитаний Бог наш, все творение от Тебя, Все творение от Тебя, Ты достоин славы, 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 Ты достоин славы все, Тебя, сердце, только Ти, ай, поклонимся Тебя, Ты достоин славы все, Тебя, сердце, только Тебя, сердце, и достоин славы все, Все творение от тебя, все творение от тебя Ты достойный славы, ты достойный славы всей Ты достойный славы всей Все творение от тебя, все творение от тебя Ты достойный славы Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Ты достойный славы всей Нет подобного тебе Ты един творящий чудеса Ты, Божий, един ты Аллилуйя, Господь Пред именем твоим склонятся Все народы, все племена и все языки Будут возвещать, что Господь Иисус Христос Во славу Бога Отца Ты достойный славы всей Аллилуйя Огромное спасибо Будьте благословлены Спасибо вам Мы приветствуем всех зрителей канала Вера 24 Всех, кто в онлайн И низкий поклон вам, братья, сестры, друзья, гости Церкви Ковчег Аллилуйя Присаживайтесь в Божьем присутствии Сегодня праздник, день благовещения И мы знаем благовещение, когда явился ангел Гавриил Велся к простой девушке Простой-простой Марии И великие вещи сказал Что Дух Господень посетит тебя И Слово в тебе родится И это Слово однажды Станет плотью Я скромный, я не претендую на Архангела Гавриила Друзья, моя фамилия Гаврилов И я верю, что Дух Святой Сегодня высвободит Слово Внутрь Того, кто голоден и жаждет Это будет пророческое слово И пройдет немного времени Что-то родится Мечты осуществляются Аминь 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 Хорошо, дорогие мои, хорошо Знаете, успех Такое сегодня популярное слово Ну, для верующих Это успех, это для халдеев Мы христиане, мы скромные Мы скромные Дело в том, что успех нужен всем нормальным людям Просто разное понимание об успехе У мира и у нас Например, мирское понимание слова успех Сидят три крутых бизнесмена Один, слушай, вот Когда бы ты считал Я бы считал Ну, представь Мне Приглашают в Кремль На дружескую беседу Попить кофе Сам ВВП Владимир Владимирович Путин Если бы это было Я бы считал, что я успешный Второй говорит Не-не-не, вот сидим мы с ВВП Пьем кофе Ему важный звонок Он говорит Не мешайте Я с другом разговариваю Третий говорит Хорошо все это И вот сидим мы с ВВП В Кремле Пьем кофе Ему звонок Он поднимает трубку и говорит Это вас У каждого свое понятие об успехе Но я считаю Наше представление об успехе Я должен успеть Сделать все то, что мне поручил Господь Я должен исполнить свое предназначение Это и есть успех Иоанна 17,4 Что значит ставить Господа? Ну я проповедую Ну я пою Ну я служу Не-не-не Это повторно Вот оно Я прославил имя Твое на земле Как? Я совершил то дело Которое Аминь Вообще-то успех Это не какое-то разовое событие По идее Для нас успех Должен быть Образом жизни И это просто Всего три вещи У тебя должна быть Четкая и ясная цель от Господа По дороге к этой цели Ты должен максимально реализовать Те дары и таланты Которые Господь тебе вложил И в это время Всегда помогая людям Все Цель от Господа Максимальная реализация Даров и талантов Всегда при этом Служа людям Если у тебя в жизни Это и есть Я гарантирую тебе Успешную жизнь Аминь К великому сожалению Почему-то сегодня Даже в христианстве Понятие успех Слагается к материальному достатку Приехал брат в церковь На крутой машине Одет в Версачи Парфюм Кристиан по 500 баксов Так дверью Шрапс И все Вот его Бог благословил Аминь Главное Кто я есть Однажды Ты пристанешь перед ним И вот там Все что ты имеешь Вообще не пляшет Там только одно Кто ты есть Дай нам Господь Понять это Несколько лет назад Я проповедовал в Чикаго И меня привезли в один отель Он называется Эдвотер Бич Почему именно там Потому что Почти Сто лет назад Лет 90 Это был Крутейший отель в Америке И вот там Собрались 7 человек Это были уникальные люди Потому что Совокупный капитал Этих семерых человек Превышал Объем денег Контролируемых Казначейством США У семерых человек Было больше денег Чем во всей казне Америки И у меня первая мысль Вот неплохо было бы Семь плюс один Но туда меня за столик Но Венчает Конец Давайте посмотрим Кто это был И как они закончили Первого звали Чарльз Шваб Легендарная личность Все бизнесмены Это имя знают Это был президент Самой крупной Независимой Стали литейной компании Умер банкротом Второй был Артур Каттен Величайший торговец пшеницей Умер Вдали от родины В нищете Третьего звали Ричард Уитни Президент Нью-Йоркской Фондовой Биржи Умер После освобождения Из тюрьмы Четвертого звали Альберт Фолл Сенатор Член Правительства США Был досрочно Освобожден Из тюрьмы Чтобы умереть Дома Пятый был Джесси Ливермор Величайший финансист На Уолл-стрит Покончил Жизнь самоубийством Шестого звали Леон Фрейзер Президент банка Интернешнл Сэттлмент Покончил Жизнь самоубийством И последний Айвар Крюгер Глава Крупнейшей В мире Монополии Покончил Жизнь самоубийством И мысль Не надо 7 плюс 1 Господи Вы знаете Великий русский язык Богатство Происходит От слова Бог Богатство Происходит От слова Бог И если в тебе Много Бога Ты богат А если От слова Богатство Убрать Слово Бог Ребята Кроме адства Ничего не остается Я вас прошу Каламбур Хорошо Жить с Богом Это жить по вере Это гарантия Успешной жизни Иисус сказал Я пришел Чтобы вы имели Не просто жизнь А жизнь С избытком И меня удивляет Почему так много Христиан Имеют жизнь В убытке Я не пойму Почему есть христиане Которые имеют жизнь В убытке Почему Вместо того Чтобы иметь жизнь Бога Многие из нас Живут жизнью Убогой Что-то неправильно Где-то вот там Нестыковка И давайте попробуем Разобраться В чем же Дело Все что необходимо Нам для успеха Это не просто жить Не просто верить А вот жить Согласно вере Сегодня Очень много учений С популярных каналов О том Что Все что ты можешь Получить от Бога Находится в прямой зависимости От величины Твоей веры И когда у тебя Великая вера Ты получаешь много Когда вера маленькая Извини Имейте великую веру Гиганты веры Малая вера достигает Мало Великая вера Много И знаешь Много христиан Вот пытаются Как-то понять А в чем суть Жизни по вере Ну я не имею ввиду Там я Ну вот я молюсь Я читаю Библию Я хожу в церковь Я делаю добро Я все это делаю Но Но Какое-то внутреннее Довлетворение Чего-то не хватает Неужели вот Все это И есть Жизнь по вере Колоссянам 2.6 Написано по всему Как мы приняли Иисуса Христа Господом Так и давайте Ходить в нем Как мы приняли Иисуса Христа Верою Вот так же И должны ходить В нем верою Вы понимаете Это и уникальное Слово вера Она имеет Ключевое значение Особенно в таких Местах Писания Как Римлянам 14.23 Послушай Все Что не поверит Грех Не важно Как это смотрится Красивое Доброе Если это не по вере Мимо Если ты сделал Доброе дело Но при этом Не присутствует Элемент веры Грех Жестко Вот это вера И Евреям 11.6 Ну нельзя угодить Богу Вне веры Ну просто Невозможно И мы понимаем Что это очень важно Жить по вере Но всегда возникают Вопросы А Что это значит Первое И как это вообще Осуществить И давайте поговорим Сегодня Что есть вера Вера истинная Вера в библейском понимании И как ее осуществить В нашей ежедневной Христианской жизни Знаете Есть в математике Такой метод Доказательства От противного Кстати И в богословии есть Есть Капофатика Есть Апофатика Если Капофатика Говорит Кто Бог есть То Апофатика Говорит Кем Бог не является Бог не есть зло Бог не есть тьма И понимаете Это намного четче Легче и понятнее Чем доказывать Кто он есть Аминь Давайте посмотрим Чтобы лучше понять Что есть вера Давайте посмотрим Чем вера не является Хорошо Итак Пункт первый Это особенно касается Наших драгоценных женщин Наших дорогих сестер И таких эмоциональных Таких вот Харизматичных братов Которые люди Вот очень знаешь Вот эмоции Продают большие чувства Помните детский рисунок Паровозик За ним вагоны Вот вагоны Это чувства А паровоз вера Если вагон Стоит впереди паровоза Никуда не поедешь Жить чувствами Это 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 очень тяжело Это в течение дня То ты То ты в небе То ты там То у тебя Аллилуйя То у тебя Господи помоги Ну простой пример Мама на кухне Готовит кушать Забегает маленький Антошка Мамочка Смотри Она рисовал И показывает Знаешь такой рисунок А там такой Такие корявенькие Волняшки Черного моря И такой Кораблик Такой Ну понятно Мама дорогой Ты мой гениальный Да ты Айвазовский Сынуля Да ты мой Прекрасный художник Иди родненький Рисуй дальше Не мешай маме Ну сын понял Маме понравилось И он пришел Взял краски И на свежевыбеленном Ремонте Евро Нарисовал Большие волняшки И большой корабль Приходит с кухни Мама И Айвазовский Не может понять Почему он стал Балбес Пять минут назад Его гладили По голове А сейчас Его хлопают Совсем не по голове Что случилось Мама Понимаете Чувства Они всегда Переменчивые Когда ты спросишь Меня Сергей А что о тебе думает Твоя жена Я скажу Это смотря В какое время дня В течение дня Эти чувства Меняются 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 Дорогие мои Сначала вера Потом чувства Ну подумайте Когда Господь Является Аврааму 99 лет Все надежды Разрушены На следующий год У тебя будет сын Скажите мне Авраам Чувствовал Что у него будет сын Я думаю Он чувствовал Все что угодно Кроме этого Но поверил Авраам Богу А когда через 9 месяцев Он взял на руке Эту крошку Такие чувства Пришли Я стал папой В 47 лет И когда я в 47 Когда все мои Ровесники Уже деды Взял вот это В руки Я думаю Господи Все можно в небо Какие были чувства Потрясающие Хочу сказать Что вера Может и должна Проявляться в чувствах Но сами по себе Чувства Верою Не являются Аминь А теперь Что касается Братов Людей Интеллектуальных Здравомыслящих Понимающих Причинно-следственную Связь Рациональное мышление Многие думают Что вера Это область Разума Вот когда я знаю Все доктрины Когда я с ними Согласен Я поэтому Верующий Знаете Что вера Это область Разума Заблуждения Там где Кончается Разум Вера Только Начинается Знаешь почему Разум Это душа А Дух Совсем другое Дух Это интуиция Это подсознание Это совесть А душа Это разум Чувство Воля И там знаешь Мостик есть Но общего Ничего Поэтому давайте Правильно поймем Мало того Что я верую Послушай Якова 2.19 И бесы веруют Успокойся Интеллектуально Они знают Ты Бога видел А сатана Его видел То что Бог есть Он верит Сильнее чем ты Но вопрос А в каких отношениях Он с Богом Вот в этом Это все и дело Подчеркиваю Конечно же Вере Есть интеллектуальный Аспект Но само Согласие Доктриной Верою Не является Вера Без здравого Смысла Фанатизм Здравый Смысл Без веры Сухой Рационализм Сергей А вот где Поймать разницу Между верой Интеллектуальной И верою Настоящей Верою Божией Простой пример Ну громадный Громодный цирк Высота Громадная И там Натянут канат И по канату Идет канат Охотец Который демонстративно Отбросил от себя Страховочный канат Понятно Если упадет смерть Когда он шел Два раза качнулся Публика Замерла Когда он прошел Раздались бурные аплодисменты Бис Браво Маэстро Аллилуйя Он говорит Ребята Это еще не все Он поставил Перед собой Тележку На ролике Такая же длинная И посадил в нее Куклу В рост человека И пошел С этой тележкой Прошел Барабанная дробь Прожектора Люди Замерев Просмотрели И когда он прошел Люди хлопали У них Горыли ладони Аллилуйя Мастер И он говорит Вы верите Что я могу Вот так же Любого Из вас провести Да Орали все Кто верит Садись Вот и разница Вот и разница Не вышел никто Хотя верили все Но вышел один Это был родной Сынишка Маэстро Подросток Мальчишка Сел в тачанку И он понимал Я сейчас Доверяю Свою жизнь Папе И я целиком Завишу От его мастерства И мне сейчас Папе помогать не надо Мне надо Папе не мешать Слово вера Включает в себя Элемент Зависимости И доверия От Бога Вера Включает в себя Элемент Зависимости И доверия Всегда Вера Включает в себя Решение Моей воли Действовать На основании того Что мой разум Считает истиной Другими словами Вера Всегда Откликается На истину Слово Божье Действием Потому что Вера без дел Это интеллектуальная Согласие с доктриной Она вроде бы есть Но она Трупик Еще одна важная вещь А в век Когда сегодня Таких много Таких крутых учений Учений по вере Я Я не отвергаю Я Понимаю там Хорошее зерно Но я всегда Отсеиваю то Что левое Очень внимательно Вера Это не власть Манипулировать Богом То что сегодня Многие учителя Называют верою Вообще Верою не является Обычно Это Самонадеянность Поясняю В настоящей вере Всегда Бог Начинает действия А человек Всегда Отвечает На него То есть Бог что-то говорит Дает обетование А человек Действует На основании Этого обетования В результате Полагаясь На Бога Однако При самонадеянности Все встает С ног на голову Человек Берет на себя Роль Зачинателя И хочет Использовать Свою громадную Верие В качестве Заставляющей Бога Предпринимать Действия Это Киджин Бутылки Главное Прочитай Правильное Заклинание Типа Во имя Иисуса Христа И все Будет Нормально Это Самонадеянность Дорогие Мои Иоанна 14.9 Три года Человек Учился В высшей Божественной Академии Преподавал Учитель Всех Учителей Иисус Христос И там Было Не только Ток Там было Шоу Говорит И показывает Вера К сожалению Сегодня Обычно Вера Только Ток Шоу Не хватает Мы говорим 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 Покажи Что Нибудь А Иисус Говорил И показывал И он Показывал Истеление Больных Воскрешение Мертвых Бесы Вылетали Тысячами И все Это люди Видели И вот В конце Трехлетнего Служения Как бы На выпускном Экзамене Иисус Его спрашивает Столько Времени Столько Времени Я с вами А вы Не знаете Меня Одна же Бог Это мне Проговорил Столько Времени 20 лет 20 лет Ты ходишь Со мною 20 лет Я живу В тебе А ты еще Так и не понял Меня Меня Настоящего Дорогие Дорогие мои Очень Огромная Опасность Заключается В нашем Неверном Порой Представлении Боге Нам Мало Знаком Бог Вселенной Элохим Создатель Творец Неба И Земли У нас Есть свое Мнение О нем Теоретически Но наши Слова И дела Увы Красноречиво Указывает Что мы Не знаем Единого Великого Святого Бога Мы Изобрели Своё Собственное Представление О Боге Мы Его Вычислили Мы Его Измерили Мы Его Взвесили Мы Даже Определили Что Он Сегодня Может Делать И Что Он Сегодня Не Может Делать Мы Уже Знаем Как Он Должен Действовать Мы Знаем Как Он Не Должен Действовать Прости Господи Это Мы Нам Трудно Представить Что Святой Праведный Бог Ветхого Завета Это Тот же Самый Иисус Нового Завета Почему То В представлении Многих Из нас Иисус Не Есть Тот Самый Его Всевышний Который Был Ветхом Завете Для Большинства Из Нас Он Не Может Быть Судьей Для Многих Из Нас Он Кроткий Добрый И Конечно Наверное Огорчен Некоторыми Действиями Бога Ветхом Завете Как Говорила Одна Девочка Ну Сначала Бог Был Злой А потом Покаялся И Стал Иисусом Большинство Из нас Знает Такого Бога Которого Хотят Видеть Знаете Бог Наркомана Разрешает Ему Колодца Бог Алкоголика Разрешает Ему Пить Бог Блудника Благословляет Его Главное В духе Быть Честным Как Говорил Мой Знакомый Без Молитвы Мы На Дело Не Шли Но Нет Такого Бога Который Благословляет Все это Благословляющий Это Имеет Имя Сатана А Бог Библии Называет Все это Грехом И Говорит Поступающий Так Царство Божие Не Наследуют Для Многих Из нас Иисус Как Старший Брат Улыбающийся Потакающий Нам Бог Которого Мы Придумали Он Совершенно Круткий И Смиренный Мы Разрешаем Ему Быть Добрым Любящим Прощающим И Ничего Более Он Должен Разрешать Нам Поступать По Своему Он Не Должен Противоречить Нам Изменять Нас Осуждать Нас Мы Можем Позволить Ему Дружески Поговорить С нами О наших Проблемах Слабостям И Не Более Того Мы Отмерили Ему Пределы Нашим Богом Можно Управлять Его Можно Контролировать Даже Где-то Успокаивать Он Должен Быть Самое Большое Терпеливым Наблюдателем Наших Грехов И Быть Готовым При первой Нашей Проблеме Вызволить Нас Я Утрирую Но ты Понимаешь Что я имею Ввиду Вот Она Опасность Мы Управляем Нашим Изобретенным Богом Когда Бог Библии Прошел Мимо Елефаза Иова 4.15 На том Волосы Дыбом Стали Наш Бог Не посмеет Нам Даже Прическу Испортить Когда Бог Прошел Мимо Даниила Десятая Глава А Стихи Девятый Восемнадцатый Даниил Упал Он Не Мог Стоять Божьем Присутствии Он Упал И Не Мог Сать Наш Бог Даже На колени Нас Поставить Не Может Это Реальная Опасность Если Мы Теряем Истинного Бога Мы В заблуждении И мы Потеряли Все Ты знаешь Савл Знал о Боге Много лучших Это был Восходящая Звезда Израиля Это Лучший Ученик Гамалиила Это Тот Которому Прочили Многое 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 Многие Это Тот Кто Закон Был Непорочный Смотри Филиппийцам 3 глава 5-6 стих Интересно Как-то мне Открылось По-другому Он говорит Филиппийцам 3 глава 5-6 стих Посмотрите Пожалуйста Это очень Очень интересно Я думаю Столько раз читал И не мог понимать Он говорит Да Я обрезанный Я еврей Я фарисей 6 стих Смотри 6-6 стих По ревности Гонитель Божий По правде Закона Непорочный Оказывается Можно быть Непорочным И гнать Церковь Божию Господи Непорочный По закону Гнал Церковь Божию И как Сегодня Много Суперсвятых Непорочных Которые Мешают Пробуждению Те Которые Когда-то Были Светильники Стали Гасильники Те Которые Когда-то За пробуждение Молились Сегодня Испугались Потому что Оно пошло Не так Как они Хотели Непорочные Могут быть Проблемой Господи Как интересно И вот Когда Бог Явился Этому Савлу Он упал В сраке Вопрос Кто ты Господи Яхве Кто ты И вот Тот Яхве Которому Как он думал Он служил Говорит ему А я Иисус Что стало На место Господи Что мне делать Если ты Сегодня Еще В церкви И ничем Не занят Если ты Приходишь В церковь И еще Ничем Не занят Ты еще Не понял Кто Он Ты еще Не понял Кто Он Когда Повешь Кто Он Что Мне делать Господь Что Мне делать Господь Аминь Знаешь Есть покаяние Бесплонное Да Для меня Покаяние Это Переориентация Служения Покаяние Это Переориентация Служения Раньше Служил Греху Дьяволу И так Служили Как в Библии Оставляли Отца Мать Жену Детей Да Да Шли Все продавали Пахали Сутками А теперь Покаялся Очки Одел Библию Подмышки Я в церковь А теперь Так же Только В ту сторону В сторону Праведности В сторону Господа Точно так же То там Был пахарь А тут Воскресный Паразит Да ты что Бесплодное Покаяние Не обижайся На меня Я сам Такой был Знаю Что говорю И поэтому Друзья Истинно Осмыслить Бога Это значит Увидеть Себя Нам Необходимо Вернуть Центр Нашего Существования От себя Любимого Туда К нему К нему Великому И вот я Сейчас Очень пожалуйста Внимательно Там Где особое Внимание Уделяется Величине Веры Чаще всего Речь идет О самонадеянности Ты знаешь Чем Истинно Сейчас многие Скажут Что он говорит Величина Веры Не имеет Значения Брат Олег Кого ты Поздвал Че он Несет Ценность Веры Заключается В ней Самой Смотри Вот правильно Пока я глотаю Я живу Правильно Но меня спасает Не глотание Меня спасает Пища Которую я глотаю Я же могу Я проглотить Меня спасает Невера Меня спасает Иисус В которого я Верю Меня спасает Невера Иисус В которого я Верю Вот знаете Братья Кто еще уважает Вот такое Такое сцепление Вот не автомат А вот такое Вот представь Брат Олег Пророчество Брат Олег меня приглашает Говорит Сергей Бог машины благословил Сядь прокатись Я круг дал Там такая машина Пятьсот коней Бомба Я выхожу Пророчество Да А Ничего Ничего Ты вытянешь Если Бог дает Он проплатит И он говорит Ну как Серега Я говорю Олег Брат Вот у тебя сцепление У тебя сцепление Слушай При чем здесь сцепление Вся фишка Это в моторе Ты понимаешь Роль сцепления Она соединяет Мощь мотора С колесами Вот вера Это то Что соединяет Мощь Бога С моей человеческой Сущностью И суть Не в вере В Боге В моторе Аминь Поэтому У меня не великая вера У меня великий Бог Аминь В самой по себе вере Силы нету Сила в Боге Вера Вера соединяет Силу Божию С твоей Природой Человека Аминь Ты знаешь Вера Это личное Познание Иисуса Это не какое-нибудь Достижение Еще одно Дело Ценность веры Заключается Не в ней самой А в том На кого она направлена Вера Объективная Объект А когда моя вера Это вера Субъективная Это самонадеянность Не перепутай Вера Не субъективная У меня великая вера Вера объективная Господь Это очень-очень важно Это очень и очень важно Ты знаешь Почему-то Иисус сказал Если будете иметь веру Как горы Луки Семнадцать Шесть Господь Ты сейчас разбиваешь Все наше учение Иисус Продолжение следует...